В конце 2016 года на первом деловом телеканале появилась авторская аналитическая программа OpenCase. Ее цель – развитие делового информационного поля Украины. Мы хотим дать возможность бизнесу абсолютно законно получать сведения о различных отраслях и рыночных трендах, принимать опережающие управленческие решения. В ближайших планах – создание англоязычной версии программы. Оператор рынка. Первый деловой украинский телевизионный канал, который специализируется на деловой информации и качественной аналитике. Канал создан в 2006 году. Первый деловой неоднократно побеждал в номинации «Лучший телеканал деловых новостей». В конце 2016 года Первый деловой за профессиональные достижения в сфере телевидения стал лауреатом в номинации «Информационно-новостной телеканал года» по итогам 21-й общенациональной программы «Человек года». Мнение эксперта. Наталья Церковникова. Автор и ведущая программы «Опенкейс» на первом деловом. Директор компании «Смартквин». Имеет три высших образования и степень MBA. Начинала свою деятельность как журналист-издатель. Позднее сделала карьеру директора по маркетингу и более 10 лет проработала в национальных и иностранных холдингах. В 2011 году открыла компанию «Смартквин», которая специализируется на стратегическом маркетинге и паблик-релэйшнс. Имеет множество публикаций в украинских и зарубежных деловых СМИ. В 2016 году зарегистрировала информационное агентство и приняла решение снова заняться бизнес-журналистикой. Все те, кто говорят, что телевидение умирает, очень сильно торопятся с такими прогнозами. Дело в том, что само изобретение телевидения – это было очень важным шагом в эволюции человечества, которое навсегда изменило мир. И во всех цивилизованных странах телевидение занимает очень важную часть в коммуникациях. Вся официальная, вся социальная информация, вся бизнес-информация, как правило, движется именно через телеканалы. Уровень доверия к телевизионным продуктам всегда был и будет достаточно высоким. Сейчас сложилась иллюзия, что интернет в состоянии заменить телевидение. Но это, в принципе, два совершенно разных канала. Кроме того, в интернете потребителю нужно самостоятельно проверять информацию на какую-то объективность, на какую-то достоверность и так далее. Телевидение же это уже делает за потребителя. Другое дело, что телевидение обязательно будет трансформироваться. Оно будет становиться более технологичным, более адаптированным к современным реалиям. И, конечно, еще один тренд, который обязательно будет и который прошли уже европейские страны – это то, что телевидение будет становиться нишевым. Дело в том, что информации достаточно много и потребитель хочет, включая определенный канал, получать только ту информацию, которая ему нужна. Поэтому каналы, которые крутят всю информацию, начиная от кулинарных советов до бизнес-информации, конечно, будут все-таки, наверное, отходить. И в этом плане за нишевым телевидением гораздо больше перспектив, у него гораздо яснее будущее. Ну, а быть ли каналу-зумбоящиком или способствовать развитию общества – это уже выбор канала. Татьяна Минакова – директор программы «Опенкейс». Дипломированный финансист. Более 10 лет опыта работы в банковском секторе, в том числе в международных банках, в подразделениях по сопровождению внешнеэкономической деятельности, корпоративных клиентов, финансового мониторинга и комплайенса. Андрей Шип – креативный продюсер программы «Опенкейс». Креативный директор компании «Смартквин». Имеет высшее техническое образование. Работает в компании «Смартквин» со дня основания. Специалист в области брендинга, UX-дизайна и веб-развития. Все, конечно, относительно. Дело вкуса. Но стиль он либо есть, либо его нет. Не стоит опираться на то, что принято, на то, что нравится всем. Мир меняют визионеры, а не традиционалисты. Хочется, чтобы страна выглядела, как самобытная интеллектуалка. Так стараюсь и делать. Мнение эксперта. Сергей Лукьянец. Режиссер проекта «Опенкейс». Руководитель видеопродакшена. Имеет два высших образования. Диплом Международной академии «Мультимедиа энд продакшн». Более 25 лет опыта производства телевизионных программ. Руководитель телеоператорских отделов, ведущих телеканалов страны. Преподаватель курсов операторского мастерства. Член Союза кинематографистов Украины. Несомненно, в связи со всеми экономическими процессами в нашей стране, возникает потребность в информационном освещении перспективных направлений развития. Среди таких направлений экономический информационный сектор является менее развитым, но наиболее перспективным. С этой целью и была создана наша программа. Мы ясно видим ее и место в информационном блоке телевизионного вещания в Украине, и ее зрителя. Что касается самого творческого процесса, то при создании программы приходится использовать различные современные телевизионные технологии, приемы естественно новейшего оборудования. И это касается не только съемок студии или записи интервью. Для создания качественной телевизионной картинки в нестандартных условиях работы, к примеру, для съемки различных технологических процессов, сложных производственных объектов, мы используем аэровидеосъемку, современные системы электронной стабилизации для съемки движущихся объектов, используем экшн-камеры и прочие технические средства. Само же видеопроизводство происходит в формате 4К. Мы не просто используем обычный монтаж кадр-кадру, а для создания красивого визуального эффекта интегрируем видео в современные графические пакеты, используя максимальную инфографику. Несмотря на применение современных всевозможных технических приемов для производства качественного телевизионного продукта, первичным все же остается контент-программы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok